У меня для вас такой сюрприз невероятный. Вы так обрадуетесь. Вы такие счастливые тети. И вот я не знаю сначала сказать или в конце. И так вот две проблемы. Ведение и еще одна проблема. Когда вам откуда делать? В конце. В конце. Ведение тоже. Или что делать? Но еще момент. Давайте помолимся Баларамом. Вдруг он время расширит. Я интересную историю расскажу. Вдруг время расширится. Представляете как? Конечно вкратце расскажу. Вы знаете что? Перед битвой на поле буры. Куршета уже собрались. И уже прозвучали раковину. И вдруг Кришна получил приказ от кого? Представляете? Конечно. И вдруг Ажуман говорит Кришну. Пожалуйста, вы видите меня на среднем поле. Посмотрите, буду сражаться. И представьте такую ситуацию. Кришна объясняет, что на самом деле Кришна рассказывал о Ржоне Баладите где-то минут 20-25. И вы подумайте. 20-25 минут все ждали, когда они поговорят там. Понимаете, о чем вы говорите? И оказывается, мы все с вами объясняли, что Кришна для тех, которые... Для Ажуны это было 25 минут. А для окружающих было 2-2,5 минуты может. Поэтому я хотел предложить, давайте, чтобы мы сейчас Валерами помолимся, чтобы он время спросил. Как-то увеличил наше место часом, чтобы мы 2 минуты поговорили. Когда виденье разговоры. Али-Воу! 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 Слабо совсем. Так не услышим. Али-Воу! 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 Спасибо вам. Котик, котик, дай мне вас. Спасибо. И мы надеемся, что... Давайте 3, ну, по-моему, 2 раза только. Али-Воу! 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 И ещё раз хотелось поблагодарить, дорогие пьеды. Мне очень... Я очень надеюсь, что я с вами нахожусь. И не могу тоже не постичь этого, почему сердце тянет, решенек. В начале еще 90-х, я не помню, 90-х, 91-м году, мы приехали, книги распространяли. Периодически потом приезжали, книги распространяли. И вот, если обычно думают так, что какие-то определенные бывают сомнения на этот счет, то что происходит. Почему сердце просто... И я вот сегодня, может быть, одна из таких причин, я понял, это внутренняя причина. Потому что вы так искренне поете, просто, уже все, уже невозможно от вас уехать. Это одна из причин. И, конечно, вот еще одна причина, что Равнанда пробыл, в котором мы в комнате тоже жили. И я необыкновенно счастлив был в эти все трогательные годы, которые мы прожили вместе в комнате. И, конечно, дорогой мой, возлюбленный Данако Пробор, который, благодаря ему, я еще нахожусь в обществе. С вами был мой куратер. Ай-о! Спасибо огромное. Я очень счастлив просто быть с вами. Мне очень радостно, на самом деле. Искренне говорю. Вот тут что-то лицемерие исчезло. Честно говорю, что я очень рад быть с вами. И так как мы должны проставлять сегодня панораму, чтобы мы получили все величайшее благо, потому что сейчас мы приложим усилия, чтобы раскрыть, почему же так, чтобы мы очень удачевали. Есть такой стих, 7-й балл, там, 40-й, 10-й, «Ахопа уяма, ахопа уяма». «Фража Группа, выража Акоса». То есть какая великая удача, какая великая удача. Сама Верховная Личность Бога, представляете, как? Сама Верховная Личность Бога находится в двести с нами. И есть в Ним находится. Это приживасе. Ну, чувствую, такая удача. И еще одна такая тоже ситуация удивительная. Вы знаете, когда Кришна предложил, чтобы все ядра перебрались в Матхуру, ну, в другое место. И вот получилось так, я уже сжал до конца эту историю, сколько можно было. И вдруг вот они просыпаются, представляете, как в скрадочном городе, прям в сведении океанов, представляете. Волны вокруг шоу, волны, чайки там, и там, представляете. И сказочный город, золотые полностью купола, изумруды все, жемчуга, драгоценности полностью. Они с амфировые полы и так далее писали. И когда они проснулись, у них просто они были в Величайшем Востоке. Они продумали, Мишана Чакра Артига, какая великая удача, что у нас мы обладаем возможностью общаться с Своей Верховной Личностью, Богом и Среди. И вот мы знаем, что настроение двора, и я знаю, что Кришна Бог, что он Верховный Личность Бога. Но при Жбасе они даже не думают, что они считают его просто своим другом и так далее. Они считают, что это просто их сын. И даже когда мама Аришода видит руку, что у Кришны, всю серебрую, и она потом признает, что бывает об этом, что она видела. Так Юга Мария устраивает. И, извините, я уже закончил, но что-то вот. И так очень интересно настроение, как когда уже Деваки и Госудова были освобождены, после того, как Камса был убит уже все. И Госудова Деваки, они стали возносить Кришны молитвы, стали кланяться им, представляете, как. И Балама и Кришна расстроились от этого. Им так было сладко находиться во Валюндаване, где там была такая, в Мадеоле, такая сладость просто. И вдруг эта шваря такая, знаете, как, для них она просто как достаточно неприемлемая. Они испытывают какой-то радости от этого. Им очень радостно, когда мама Айшода, например, их ругает, или в Ахиме, представляете, как, или когда гоняются за ними, представляете, или когда хочет мама Айшода свежать, представляете, как, извините, это маленькое видение. ОМ НАМО БАГАВАТЕ ВАСУДЕВАЯ 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 Мы будем читать главу первого, 50 слоев, песен, текст 24. ПЕСНЯ 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 Яйасамахи-там-джагат Адишта-праву-нам-шена Кариятхе-самбхавиш-чати Здравствуйте. Здравствуйте. Вишнур-майя-бхагавати Вишнур-майя-бхагавати Яйасамахи-там-джагат Адишта-праву-нам-шена Кариятхе-самбхавиш-чати Вишнур-майя-бхагавати Яйасамахи-там-джагат Адишта-праву-нам-шена Кариятхе-самбхавиш-чати Вишнур-майя-бхагавати Яйасамахи-там-джагат Адишта-праву-нам-шена Кариятхе-самбхавиш-чати Вишнур-майя-бхагавати Яйасамахи-там-джагат Яйасамахи-там-джагат Адишта-праву-нам-шена Кариятхе-самбхавиш-чати Кариятхе-самбхавиш-чати Вишнур-майя-бхагавати Яйасамахи-там-джагат Адишта-праву-нам-шена Кариятхе-самбхавиш-чати Кариятхе-самбхавиш-чати Я прочитаю два стиха Главное проявление Кришны Санкашана Именуемый Анантой Он источник всех воплощений Господа в материальном мире До прихода Господа Кришны Этот изначальный Санкашана Появится в образе Баладевы Чтобы доставлять удовольствие Верховному Господу Кришне В Его трецедентных играх Следующий текст, который мы сейчас произнесли Энергия Господа, которая известна Как Кришну-майя Неотлична от Верховной Личности Бога Тоже явится вместе с Господом Кришной Эта энергия, действуя по-разному Очаровывает все миры Как материальные, так и духовные По указанию Своего Повелителя Она явится вместе со Своими Разнообразными энергиями Чтобы исполнять миссию Господа Вот, хотел предложить вам вместе Перевод первый почитать Главное проявление Кришны Главное проявление Кришны Санкашана Именуемый Анантой Именуемый Анантой Он источник всех воплощений Господа Он источник всех воплощений Господа В материальном мире В материальном мире До прихода Господа Кришны До прихода Господа Кришны Этот изначальный Санкашана Это изначальный Санкашана Появится в образе Баладевы Появится в образе Баладевы Чтобы доставлять удовольствие Верховному Господу Кришне Чтобы доставлять удовольствие Верховному Господу Кришне В его трансцендентных играх В его трансцендентных играх Комментарию Божественной милости Шила Прабхупады Шибаладева Это сам Верховный Господь Он обладает той же Верховной властью Что и Сам Всевышний Но где бы ни появлялся Кришна Шибаладева появляется вместе с Ним Как брат Иногда старше Иногда младше Когда Кришна приходит в материальный мир Все его полные экспансии И другие воплощения Приходит вместе с Ним Это подробно объясняется Чайтами Чайтами На этот раз Баладева представляла Явиться перед Кришной В роли старшего брата Кришны Шибаладева Это сам Верховный Господь Чайтами Шибаладева Шибалад Dня Шибаладев Шибаладев Шибалады Приступного Субтитры создавал DimaTorzok 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 Есть еще один достаточно такой Балитий стих Важный потому что Чтобы мы все получили полное Величайшее благо Даннакарна Чаби Диям Этот стих говорит о том что тот кто Кришна говорит И тут постиг рождение и явления мои, тут отборяется всех, да, не вращается в духовный мир. Представляете, как? И мы каким-то образом, мы сейчас, чтобы... Вы хотите вообще-то избавиться до рождения, смерти, старости, болезни? Вернуться в духовный мир. Все хотят? Давайте. Ари! 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 Больше! Господь Брама еще больше раскрывает причину явления Господа. Пропанча ниш, пропанча пи в этом стихе говорится, что Господь Брама, когда он понял, что он совершил величайшую ошибку, представляете, украл пастушку и телят, понял это. Он страшно разочаровался в этом, что он совершил такую глупость, представляете. И мы также совершили величайшую ошибку, что попали в материальный мир. Это величайшая ошибка, это величайшее недоразумение, что Павел 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 говорит, что мы все-таки выбрали и материальный мир представляете. И Господь Брама говорит про Панча ниш, пропанча пи. «Подорогой Господь, тебе на самом деле нет вообще никакой нужды приходить в материальный мир». Но ты приходишь, ведешь себя как обычный человек. У него два роки, представляете, у него два роки, 16108 жен, представляете. Сколько детей, кто помнит? Сколько миллионов детей? Нужно на десять, у каждой на десять. Как? У каждой по десять. По десять. Читать не будем, время мало. Представляете. Тебе не нужно, казалось бы, это все делать, но ты приходишь. И ты приходишь ради того, чтобы усилить вкусы разнообразия рас своих пленок, представляете. Понимаете? Приходят для того, чтобы усилить, чтобы мы испытали эту расу, чтобы мы испытали вкус, чтобы мы вернулись в духовный мир представляете. И таким образом, Господь очень милостливый. И положение Баларамы уникальнейшее просто, невероятное просто, представляете. Невероятно. Читаю, не читаю. Объясняется. Крестнодарский мир, с вами говорили, что это Бог-слуга, представляете. Но для нас это так услышали, да? Бог-слуга, это странно так выглядит, да? Или нормально для вас? Представляете? Представляете? Бог-слуга. Он, Бог, в то же время он слуга, представляете. И в этом тихе также говорит, говорит, что когда мы с вами, что он приходит, чтобы доставлять удовольствие к Кришне, представляете. Удивительно, чтобы доставлять удовольствие. И он приходит, и удивительно просто, представляете. Он приходит даже таинственным образом, он приходит, представляете. Он сначала проявился в Лоне Деваке. И он появился для того, чтобы очистить, потому что до этого, как говорится, что шесть демонических личностей рождались. Я, конечно, не могу всю эту историю рассказывать, представляете. Шесть демонических личностей рождались. Мы знаем, что... Я не знаете, не знаю, но перевод на... Вы все знаете. Это наши тоже, пока они еще как-то... Пока, может, в некоторой степени у сердца находятся у нас тоже, представляете. Это возделение, гнев, жадность, зависть, ненависть, злоба... Что он мне назвал? Безумие. А? Безумие. Безумие. Ну, возможно. Илюзия. Илюзия. Ну, мы многое. Уже... У них семьи разливают. Я не люблю. Просто люди. И вот Баларама же, чтобы очистить Лона, чтобы Кришна принес, он явился там. Представляете, как? И потом Кришна попросил свою энергию, Югамаю, пожалуйста, перенеси Балараму. Лона Рахини присылает. Югамая смолилась. О, мой Господь, да как же я могу? Балараму-то! Самый, самый, самый Баларама же. Как я смогу это сделать? Я не смогу это. Спугалась даже, как это возможно. Но Кришна говорит. Катасу мне. Машу Чага. Не бойся. Я тебе наделю силы. Давай. Переноси. И Югамая перенесла. Представляете. И потом Кришна явился. Представляете. С ней вообще удивительно. Баларама же удивительно. Как он проявляется. Когда он родился. Говорится, я насколько помню, за 15 дней он родился раньше. Кришна. И все были обеспокоены, встревожены. Рахини. Она безудержно плакала. Он не двигался. Совершенно просто. Лежал как мумия. Даже не проявлял. Никаких. Никаких чувств не проявлял. Совершенно. Он не совсем. Просто лежал как мумия. И все. Даже не улыбался. Не плакал. Как обычно все дети, когда являются. Что они делают? Они плачут. Они уже знают, что произойдет. Какие были страдания. Они чувствуют это. С болью. Представляете. Рыжаются. Представляете. С ужасом. Представляете. Они даже теряют сознание. Знаете об этом? Они теряют сознание. И потом говорят, что хлопают его в одно место. И он начинает. А-а-а. 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 Вот я пришел. Все. И мы забыли. Забыли об этом. Представляете. О трагедии. Знаете. Я конечно не могу на этом остановиться. В Бхагаде там описывается. Что это величайшая трагедия. Это величайший грех. Родиться в материальном мире. Представляете. Это величайший. Это просто. Представляете. Это величайший грех. Само даже слово. Это. Грех папа. Представляете. Мы все от папы. Представляете. Спасибо вам. И Блорама не двигался. Представляете. И потом. Когда. Мама Яшода. Когда Кришна родился. Даже было так. Что мама Яшода. Тоже носила в сердце Кришну. Знаете. Что она в сердце носила. Кришну. Есть вариант. Ну. Вначале. Говорят. Что она в сердце. Она носила. Там. В этом. Мешке. Там. Где-то. Она. В детстве. И она. Она. Очень любила Балараму. Мама Яшода. Она так любила Балараму. Балараму. Она обоиха. Настолько любила. Она подошла. Его обняла. И она. Как закричала. От радости. У нее такие признаки. Экстаза. Такое счастье проявилось. Потому что он почувствовал Кришну. Что мама Яшода. Представляете. Сердце. Он почувствовал. И потом. Когда уже Кришна родился. Удивительно. Вот. Скоро будет тоже. Жанмаштан. Мирадаштан. Вы знаете же. Что. Шиматира Тирани. Она. Глаз не раскрывала. То есть. Знаете. Понимаете. Пока. Даже. У нее. Она. Такое. Дала. Обед. Доходное. Я сказала. Пока. Кришна. Не появится. рядом со мной. Пока. Не слышу. Потому что. Кришна. Нереальный запах. Кто помнит. Как Кришна пахнет. Мы вынуждены чем-то. Дезодорантами. И так далее. И сюда. Там везде. Но. Кришна встречает запах. Кто помнит. Какой. 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 Еще чуть-чуть. Немножко. Давай. Давай. Так. Четыре. Представляли люди. И вот. Удивительным образом. Что. Когда. Кришна уже. Явился. Когда уже. Все. И в это время. Представляете. Паларама проявил себя. Сразу. Понимаете. Потому что он сразу проявил себя. Только. Кришна родился. И как. Паларама. Стал проявлять. Свои. Определенные. Энергии. Потому что. Удивительно. Еще объясняется. Я так. Хочу. Вам побольше. Передать. Так. Ну. Не знаю. Как. Чтобы. Больше. Услышали. И. Интересно. Так. Что. Баларама. Джей. Баларама. Он. Проявляет. Себя. Никто. Не одно живое существование. Не может проявить. Как он проявляет. Он. Пяти расах. Полностью. Проявляет себя. Представляете. Не одно живое существование. Не может проявить. Ну. Может. В одной расе. Быть. Кришной. Но. Чтобы. Во все расы. Никто не может. И. Баларама. Проявляет. Самому. Не дальние отношения. Он может как. Быть кроватью Кришны. Может. Креслом. Может. Его подушка. Может быть. Чем. А. Тапочкой. Тапочкой. Реданкой. Реданкой. Пожалуйста. Чем угодно. Между прочим. Маленький вам еще. Такой. Секрет скажу. Тайну. Он даже. Это ж храм. Это. Вайгут. Между прочим. Это проявление. Вы не думайте. Это величайшая ошибка. Если вы думаете. Что. Вот. Это стены. Это просто. Это просто. Джезобетон. Там есть очень там. Это. Баларама. Представляете. Стены. Пол. Поэтому. Боссы. Сюда. Ну. Безобавые заходят. Понимаете. Да. Это. Его проявление. Это уже. Совершенно. Как бы. Да. Материальные. Совершенно. Как бы. Даже микрофон. Шил Прабхупана. Уже. Духовное. Представляете. Как. Все духовное. Интересно. Так как. Шил Прабхупана. Объясняет. Богу. Совершенные. Совершенные. Вопросы. Вопросы. Он говорит. Если. Мы. Заняты. Удовлетворением. Своих чувств. Это. Материальная. Жизнь. Но. Если. Заняты. Удовлетворением. Кришны. Чувств. Кришкиша. Кришкина. Если. Мы. Чувствуем. Кришну. Духовная. Таким образом. Баларама. Проявляет. Свои отношения. Пяти раз. Кришну. Следующее. Это. Слуги. Он служит Кришне. Представляете. Как. Уже определились. Все. Услышали. Что. Как. Друг. Понимаете. Он. Играет. Как. Кришна и Баларама. Мне. Так. Так. Всегда. Нравится. Особенно. Кришна и Баларама. Как. Прыгали. За телятами. Представляете. Как. Катались. По навозу. Представляете. Как. Лужи. Навоза. Мощи. И. Вот. Они. Там. Как. Загоняются. Все. Гопи. Хохочут. Они. Наслаждаются этим. Он. И. Он. Дальше. Баларама. Он. 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 Интересно. Так. Что. Он. Заботится. Кришне. Он. Считает. Старший брат. Он. 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 Федор. Я. Он. потому что это маленькая девочка, но так или иначе она присутствует при самых интимных, самых-самых интимных игр Рады и Кришны, представляете, Рангамиджай, представляете. И дальше то, что Баларамаджи занимает еще одно уникальное положение, удивительное, еще раз я хотела отметить, что мы должны сегодня молиться об этом. Потому что Экалейшвари Кришна, представляете, говорит, что Кришна один, единственный Бог, остальные все Верховные Личные Бога, остальные все Его обслуги, все как марионетки, как у Кришны единственный букловод, представляете, Он дергает за веревочки, и мы действуем таким образом, понимаете, Кришна единственный. И вот Силаправпадок, как он говорит, интересно, я пришел в этот западный мир, в этот ад, адские условия, в этот ад, чтобы установить, первое, установить, что Кришна это Верховный Личный Бог, представляете. И следующее, убить мою вату, чтобы убить персонализм в сердцах людей, представляете. Представляете, или он стрелами, или у него есть такое оружие, видео, представляете, знание, которое он уничтожает, представляете. И таким образом, Силаправпада говорит, первое, это восстановить, восстановить главный принцип, то, что Кришна, это Верховный Личный Бог, и следующее, уничтожить имперсонализм в сердцах людей, в сердцах людей, в сердцах людей, в сердцах людей, в сердцах людей. Первое, что наше положение таково, как обычно, что мы считаем себя центром Вселенной. И как обычно, если вот подумать о том, как ведут себя люди, обусловленные души, то каждый из них считает, что он центр Вселенной, что друг вовсе должно происходить. Каждый считается Богом себя, что он Бог, представляете, как он. Такова, такова действительность, реальность такова, понимаете. И в Калиюгу, простите меня, тоже, что скажу, в Калиюгу рождаются все, которые ненавидят Бога, ненавистники, страшные ненавистники. И вот, единственное, благодаря милости, единственное, благодаря милости Господа Чинтани, по-рубому, понимаете, распространяется вот сознание Кришны. Благодаря Ему, что Он захотел, Господь захотел просто сделать, и Он сделал это, понимаете. Распространяется сознание Кришны по всему миру, представляете, как. И это Его желание, благодаря тому, что Он захотел, представляете, как. И мы должны быть... Я хотел Вам, чтобы... А то вдруг на нас накроет иллюзионную энергию, неожиданно. Хотя тут Вайкутха, но вдруг случится такое, что... Я забуду сюрприз, и Вы расстроены, и потом вспомните. Можешь сейчас сказать? Да! Если честно, я на самом деле, Вам признаюсь честно, Вы мне очень дороги, поэтому вот я Вам этот сюрприз преподношу на красивом таком, на таком красивейшем поносе, представляете, как. Это сокровище, которого, если Вы возьмете все сегодня, и уйдете с ним, и будете верить в Его до конца жизни, Вы получите невероятное благо, невероятное счастье, понимаете? Если Вы, если Вы донесете до конца его жизни, понимаете? И, таким образом, мы все знаем, что этот год для преданных самый-самый-самый-самый невероятно важный. Потому что 50 лет Искон, то есть, знаете, 50 лет назад все пропало. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И он... И... Я не могу... Хоть... 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 Капелюшечку, скажу, как интересная ситуация, как он... Неожиданно... Точно, как вот Вы пришли, не ожидали такой ситуации, как вот сейчас Вы... Этот сюрприз, Вы не ожидали. Тогда был для многих такой сюрприз тоже. Там, я как помню, насколько пропадали нам эти... Тогда, может, человек 10-12 было... Ну, может, 15 преданных... Которые еще достаточно даже непреданные были, они даже это... Все вот там... Или такой образ... Сомнительный, можно сказать. Приходили просто на лекции, послушать и принять просадки. Да, это как бы... Это их было такое служение. И... Силоправпада пригласил... Тоже... Доброжелатель... Преданных был доброжелатель Силоправпада, который... Как бы это очень... Импонировал так... Они как-то это... Были достаточно... Как-то общались... Так... С таким... С любовью... И он... Попросил его, чтобы он... Сделал документ, чтобы... Чтобы... Сделать законным... Сознание Кришны... Чтобы... Храм был... Как бы того же... Какого... Вы знаете, что у нас тоже есть документиры... Но что... Мы являемся... Членом общества Сознания Кришны... И вот... Все были в шоке... Когда... Членом общества Сознания Кришны... Что... Достал это... Сегодня... Было приятный день... Давайте... Мы зарегистрируемся... Показал... Вот... Надо... Подписать документы... Он... Стал говорить... Подпиши, пожалуйста... Хорошо... 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 Ну и так вот... Все вот писались... Представляете... Конечно... Они не ожидали такого... Представляете... Как... И вот... Что я вам хотел... Тоже... Этот год... Очень было приятно... Раз... Десять тысяч лет... Представляете... Как... Пятьдесят лет... Больше такого не будет... И мы... По Украине... В некоторых городах... Дали такой... Замечательный... Сладкий обед... Представляете... Как... Это было... Совершенно... Спортанно... Неожиданно... Представляете... Так... Представляете... Мы обсуждали... Если у нас будет время... Я тоже как-то... Если будет... То мы... Я... Мы проводили... Джаба-ретриды... И интересно... Так... Шачинана с вами... Я уже несколько... Мы... Вот... Это... Сады... 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 Мы посещаем... Джаба-ретрид... Уже несколько лет... И... Джаба-ретрид... 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 Единственное... Которое... Мое... Всего сердца... Которое... Меня вдохновляет... Я оставаться... Предным... Пробую... Только обладая его... Милости... Я предным... Хочу стать предным... Извините... Пожалуйста... И... Мы... Шачинана... Махарадз... И... Бориджан... Пробую... Они... Важные... Такие темы... Поставляющие... Которые приводят нам... К чистому воспеванию... И... Я... Конечно... Не могу... Более... Вкратце... Скажу... Это... Первое... Избегать влияния материальной природы... Следующее... Общение с преднами... И... Потом... Изучение книг силы правопады... И... Следующее... Благодарность силы правопады... Представляете... Как... Вот это... Все... Вместе... Приводит тому... Приводит тому... Что мы обретаем вкус... Святому имени... Вниматель... И... Вот... Мы обсуждали тему... И вдруг... Как-то так получалось... Замечательная идея... Дать обед... Такое... Было приятное... Еще... Мало того... Это было... Как бы то... Еще... Например... В Херсоне... Начало джапа-итрита... Представляете... Как раз... В этот же день... Когда... По-моему... Кто помнит... Это... В июле... 20... 20... Какого... 20... 28... Какого... 20... 28... И... Мы... Все... Вдохновились... Дать... Слочайший обед... Невероятный... Вы представляете... читать книги Силопровопада. Например, это началось, по-моему, уже в Томере. И мы все сообщали, решали, это первый был обед, который я дал. Я уже столько обедов дал. Ну, ради... Читать книги Силопровопада. И мы стали решать, сколько же я облегчаю, знаете, чтобы нас не так ограничили. И мы дали обед, потому что преданность так же, как заняты. Настолько проблем, нам некогда даже слушать. Даже инфекции. Еще читать. Это вообще невозможно. И потом вдохновились на 15 минут. Каждый день. Каждый день. Представляете. Каждый день. Каждый день. Каждый день. Не менее 15 минут. И даже считается, если мы ночью утром проснулись, холодно потуло, я дал обед, не прочитал еще. И мы читаем, это засчитывается. Мы так говорим. Это засчитывается. Это невероятно. Если... Это невероятно. Потом мы приказали. Интересно так. Например, в следующем городе удивительно было там, знаете, я уже не помню точно, что мне ошибиться. И один преданный вдохновился. Давайте 16 минут! 15 минут, два приятного числа. Представляете, что там не идут. Представляете, это... Это вообще... И вы вдохновились, и мы уже дали 16. И потом уже по 16 минут. Мы... Я вам облегчил настолько вот это трудно, чтобы решать, сколько это... Мы прием пьет. Я хотел предупредить. Вот уже один преданный, как вас зовут? Дима. 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 Дима уже уходит. Успался. Держи, Дима. Я жучу. Я жучу. Знаете что? Это очень-очень опасно. Если вы до Димы пьете, мы должны следовать обеду приселять. Мало того, еще до конца жизни. С развитием даже сигналов духовного мира и насторожения, что это очень-очень... Если мы не будем исполнять, мы... Очень тяжело будет. На сердце будет чажесть такая. Кришна обидится так. Бывало у вас такое в жизни? У кого было? Поднимите руку. На сердце. Сердце. Нет. Остальные все чистые преды. И таким образом я вам предлагаю от всего сердца хариболом принять обед. что пропадали слабенькие. Пожалеете 10 минут. Ну, как все. Может, три минуты. Три минуты. Ай, че. Ты понимаешь. Три минуты. Я думаю, нормально, ничего страшного. не знаю. Спасибо. Потому что удивительный умень. Когда мы три минуты начнем читать, мы полчаса прочитаем. Секрет такой. когда 16 минут. А вдруг нежеленно мы прочитаем. Поэтому принести Баларамаджи сегодня такое было предназначено. Баларамаджи улыбнется в вашем сердце, что вы такое делаете. Потому что мы все знаем, что Баларамаджи это же нитянанда. Понимаете? И с силой правопада некоторые гаудимат некоторые отчаянцы говорят, что сила правопада нитянанда веша. Он отделен самим нитянандой полномочия. И представьте, как Господь Баларама будет рад если мы примем обед читать не менее 16-ти часом. Часом. А минуты. А минуты. А минуты. Как он будет рад. Как он улыбнется во сердце. Как вы пойдете счастливой домой. Как вы будете до конца жизни счастливой вместе с улыбкой Баларамой в сердце. Я вас так и уговариваю. Представляете? Еще я ознакомлю. И вот поместник Кришны, я приеду на следующий год и услышу, что вы читаете. И вы наслаждаетесь уже. Вы невероятно наслаждаетесь изучением книг чтобы упадать. Вы уже пьянеете, вы пьяные, вы просто начинаете рост. А вы уже привязали святого имя настолько, что вы не можете без него жить, как наркоманы представляете? Это какое будет счастье невероятно. радость. Какая радость будет. Представляете? Это невероятно радость. Единственное мое просто, элементарно просто. Мы должны как один предный возвышенный в мае поле сказал, что Махатна про Бог. Он сказал, достаточно это просто. Надо просто быть решительным. Потрясающе. Мы всегда решительны, например, поспать, поесть, принять. Мы ждем решительность сейчас просала, как невероятно пир будет. Представляете? Мы решительны настроены, чтобы сейчас насладаться созерцанием Божества, которое украсит. Представляете? И мы решительны. Между прочим, я должен уже остановиться, говорю, потому что я хотел еще несколько таких важных деталей, которые очень важны. Но это зависит, как мы быстренько, если мы сейчас обед примем, то это достаточно. Если кто, конечно, не может, если кто сомневается, грех доставляет, еще что-то. Понимаете, как? И мы не должны преданных критиковать или обижаться, что они не принимают обед. это понимать, не как? Но те, которые хотят все-таки отдать 16 минут, не менее 16, извините, посетите, и, конечно, не менее 16 кругов, не менее 16 минут, 30. и отдать это, преподнести сегодня, когда откроются алтарь, мы будем получать дарсину, божество, мы преподнесем это поношение в свои 16 минуты, каждый день изучать книги еще окей, комфортно, просите, пожалуйста, пол там не расходится, между вами, ничего, не расходится, духовный пол тоже, не расходится, все нормально, вы готовы? от всего сердца, кто хочет принять обед, до конца жизни изучать книги Шапурпады не менее 16 минут, это так сладко, это такое счастье, представляете? До конца этой жизни? В этой, если мы будем читать книги Шапурпады каждый день не менее 16 кругов, минут, 16 кругов Джапы back to what? Арри Бо! Это так, я извините, конечно, вы уже готовы принять обед и вас держу. Я невероятно был ошеломлен, знаете, но вот такое чувство у меня было, когда я присутствовал, когда Эдварина с вами дает инициацию и поэт в эти читания с вами. Они говорят, а ты меня щел правопады. Если ты будешь читать каждый день не менее 16 кругов, следовать четырем регулирующим принципам, сегодня мы не будем, конечно, обедать, давай, Нам вот это сейчас важно, вот это то, что нам поможет во всем духовной жизни. и я тебе гарантирую, ты вернешься назад и нам никто ничего не гарантирует материально. Нам только гарантирует, что мы умрем. Это нам гарантирует. Оставим все. Никто. Это наша гарантия такая. Нам никто не гарантирует, что мы вернемся в духовный мир. Но они гарантируют, что если мы будем следовать и я был глубоко впечатлен. Представляете как? Понимаете? Итак, вы уже готовы? Давайте тогда. От всего сердца, как будто в последний раз. Я хотел вас попросить сначала ГО РАНГА! 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 А можете прикрыть? Пожалуйста. Пожалуйста. Не расстроится. Вернее. Есть такой стих, Рубанаса свадит на форт. Производ. Тот, кто помнит о ГО РАНГА! Самые тяжелые дела становятся самыми легкими при старых летах. Кто-то не помнит. Самые легкие становятся самыми трудными при старых летах. И для нас очень трудно, конечно же, 16 минут, не менее 16 минут читать книги. Трудно? Трудно. гаурангами. Но так или иначе, по месту ГО РАНГА! Мы обретем эту энтузиазм, решимость. И ГО РАНГА наделит нас своей силой. Мы сможем. Но хотел еще сначала ГО РАНГА! ГО РАНГА! ГО РАНГА! ГО РАНГА! Уже все соседи пришли. Я единственный раз прошу, чтобы все окна были закрыты. Потому что там уже ругаются. Мы уже дали обед, все уже. Спасибо огромное вам. Соседи тоже благом получили. У них тоже самое трудное, самое тяжелое, что они услышали. Я помню, конечно, как мы в прошлом году всю ночь воспевали, как проблема была. И, конечно, мы сейчас Гавранку не будем молить, чтобы по его милости уже где-то более такого помещения будет. Если у нас все не беспокоят, то уже Кришна дал ему молность такую. Мы сейчас уже не можем это, так как время и соседи, просить их об этом. Просто можно в сердце вот так вот. Я одну минуту помолчи, чтобы как мы вот сейчас вот у нас был этот обед, чтобы мы в сердце каждый вот так искренне Гавранка прокричали. Искренне, искренне. Прожить у себя это очень важно, это очень важно. Послушайте, как в сердце у вас этот звук Гавранки просто несется просто в сердце вашем. И он все более увеличивается, увеличивается. Одну минуточку. И, конечно, я должен вам, чтобы полное мы благо получили, Важные такие истории, Коттенатакор говорит, что эти все истории, это анархии, особенно вот эти две, все демоны, которых Кришна убивает и Баларама, это анархии, которые в нашем сердце, которых мы даже любим, которые мы даже гладим, которые нам очень дороги порой бывают. И вот, вот и вот такой говорит, остальные анархии, Кришна уничтожает, но вот эти вот, вот эти две, которые олицетрируют, это Денакасура и Праламбасура, представляете? И мы знаем, что, как Денакасура, он олицетворяет невежество, представляете, как свататва бир брама, то есть это означает, что это глубокое невежество, это отождествление себя с телом, представляете, как. И так же Праламбасура, он олицетворяет, и я, конечно, не могу, но хоть три муточки. Это очень важный такой. Ослы, они обладают такой тупостью и глупостью, представляете, как. И вы знаете, такой пример, который у себя пропадает часто, так интересно, у меня все перед глазами его милости. И еще больше, когда он немножко вот так, обычно он всегда шутит, обычно он всегда улыбается, а то он мило. Я говорю, он мне при глазами шутит. И Праламбасура, он олицетворяет возделение, то есть приязанность противоположного пола. И так же, и вот слушание об их играх, оно, когда мы должны медитировать, мы думать должны, как Баларама, Баларама, как он убил Дейна Касура. Конечно, у нас нет времени много, так, делите от этого времени. Но он просто, Дейна Касура, он хотел его, Балараму, развернулся, хотел его ударить копытами. Но Баларама схватил его за ноги и раскрутил. Вы, может, мультик видели? И когда он его раскручивал, в этот момент только Дейна Касура ставила тело, представляете, и Баларама его забросила просто на пальму, представляете, и пальма только упала, она создала страшный грохот, потому что пальма на пальму ставила, стал упадать, представляете, такой шум создался. И прибежали сородичи Дейна Касуры, представляете, и Кришна Баларам стали развлекаться, их закидывать на эти все пальмы, которые остались, представляете. И там в источнике наслаждения пишется, что это как будто как облака были на небе, представляете, как эти все ослы, они висели на пальмах, представляете. И создавал такое впечатление, что это что-то как видело, как облако. И Баларама также убил Паралуз-басуру, демон, который хрестовляет приязанность противоположному полу, и следующая почетная война, представляете. И интересно так, что, я не помню, по-моему, Рагунат Галверс-фарми, он говорит о том, что желание почета, и это можно сравнить со сливной мочкой, касается. Говорит, самое невероятное, отвратительное материальное мнение, это о сливной мочкой, извините, потому что это многое не помню. И вот желание почета и славы, это о сливной мочкой. И Радон Ададзе с вами говорит, если у нас это есть, желание, чтобы нас расставляли, почитали, то мы принимаем вам веник, все время это исследуем, так как Радон Ададзе с вами говорил. И про Ламбасуру очень удивительная игра такая была, когда, конечно, надо уже заканчивать, похоже, да? Когда про Ламбасуру, он хотел убить Кришну, но ситуация так случилась, и он превратился даже в пастушка тоже, знаете, и так, и он думал, сейчас я Кришну куда-то там каким-то образом просто убью, и все. Но получилось так, что они играли, перетягивали канаты, кто проиграет, тот должен нести друг на друга. И Балараму пришлось так случилось, что он должен вести Балараму на себе. И он думал, ну ладно, я вот с этим расправлюсь, Балараму, а потом уже Кришну найду. И вот он вдруг превратился в этого демона с такими рогами, с такими руками, там, знаете, тут ужасно. И Балараму только, его только, одной рукой только, просто, Бог только, и он его убил, просто, и он убил, и он убил, и Праламбасура рухнул просто. И вы помните, может, как в мультике, как Балараму взял, одел его шлем, как бы-то, Праламбасура, да, и он бежит с ним вот так, и пастушки вот встречают, а-а-а, радуется, что это, Праламбасура убил. И так или иначе, надо заканчивать, а что, а то уже у меня шансов никаких нет, что, может, даже больше не пустят. В город, вам больше, чтобы я получил ваше общение. Я на этого его и затягиваю, я уже расстраиваюсь. Может, у вас вопросы, дополнения есть? Или надо закончить уже точно? Или можно еще сказать что-то? А, как? Как нам просить Балараму, чтобы он избавился от этих качеств? Я сразу сказал, что надо, во-первых, читать, и то есть, весь наш рождень, думать о них. Как очень интересно, знаете, я прочитал недавно, как вы все знаете, это много раз слышали. Прочитал, что Господь читает наставление Санатанья Свами, что говорит, что ты нещен, и ты должен совершать преднослужение, нещен ты должен действовать так, чтобы не создать беспокойство. Но внутри ты должен сосредоточен на играх Кришны, думать об играх Кришны. Это надо показать в силе, как вот, я слышал об Адива Баласа, он говорит, что как эти качают мышцы, мы тоже должны прилагать в силе думать о Кришне. Думать о Его играх, говорить друг другу о играх. Понимаете? И очень важны для нас детские игры, в частности, как Кришна убивает путану, понимаете, которая реставряет лжегуру, что у нас, мы уже сердце, мы освободились от этой анархии, Кришна убирает от этой анархии, чтобы мы не попались тоже на такую ловку, потому что путанное сердце у нас не устроило ситуацию, что мы уже Гору какого-то приняли. Я вам должен сказать, конечно, это очень важно, мне кажется, как вы мои очень дорогие, моему сердцу все. И есть особо дорогие, вот как Джин, как Джин, есть еще более особо. И поэтому, интересно так, один преданец сказал, что в Горуле Пуране говорится очень важное такое растержение, говорится, что век, ну, аристалемный калий он постоянно проверяет, он постоянно проверяет, каждый преданец у нас постоянно будет проверять. Постоянно. Самая последняя его проверка, это он может создать, например, вы приняли уже овчарь, например, вы приняли уже прибежьего, что он пропадет, вы посчитали книги, вас познакомились с бредами. И вот вы оставляете, вот астристопа Силаправпады. И это величайшая троедия, еще одна троедия. Это все равно, что мы новое тело получили, представляете, троедия такая. Потому что Силаправпада очень дорог, очень дорог, невероятно дорог Кришне, представляете. Он невероятно дорог Балараны, понимаете, как. Он невероятно дорог к себе гуру Барампады, представляете. Невероятно. Потому что он совершил, он исполнил желание Кришны, исполнил желание Господа, считания, и распространял сознание Кришны по всему миру. Никто не сделает за 10 тысяч лет такого, что он делал. Я как недавно прочитал, я раньше читал, про полный слабый, то я был просто, ну, мне было даже тяжело как-то, на сердце. Когда я его прочитал, как, может, когда Силаправпада так случилось, что он, ну, я уже вкратце так скажу, он просто спал, жил на чердаке с одним дихитом, не хочу их называть, не надо так это. И, и кровати рядом стояли. Они принимали наркотики даже, представляете, ну, занимались, там всякими делами. И все пропадали, рядом кровать, представляете, как. Представляете, и тишина кровати, терпел, представляете, терпел это, терпел, и продолжал проповедоваться на ней Кришне, представляете. Я вернусь к этому стиху Буриджану, то есть мы тоже так должны довольно щедренне стать проповедовать послание Личности Бога. Как. У нас есть вот примеры, например, предные, которые продолжают проповедовать и все пропадать. И мы должны, насколько мы можем, насколько мы можем, мы даже один обед приняли с преданными, что, если мы не можем, так, дохмелись преданными принять обед, конечно, мы уже не можем, категорически не можем, что, мы даже в уме, если мы не можем пойти, нахренаму или пойти распространять книги, мы можем в уме пойти, и Кришна примет это. Просто берете, собираете в уме, садитесь в медитацию. Мы боимся в своем родном городе, чтобы нас не застукали родственники или родители. Ты что-то пихаешь? Я что-то пихаешь. Поэтому мы в уме можем пойти, и Кришна это примет. Вы знаете, историю, как Брама дойдет. Нектария предности расскажет, как Брама на день готова сладкий рис для Господа. И потом он подумал, как же предложить, может он еще горячий. И он взял палец, он взял палец, представляете, Медитация даже. Он подумал, ааа, взял палец, все равно. И поэтому, если вы в уме будете ходить нахренаму, представляете, как. Да-да, как пропустишь. Нормально? Пусть с вами ходят. И на практике они ходят. Едем не ходят. Но бывает, если в уме ходить, на практике тоже будет постепенно. Но в уме тоже. Но нормально, это не какой-то, я бы сказал, какой-то, это слишком для вас. Нет, это практический. В уме. Книги распространяют, просады умеют. Просады умеют. Просады умеют. Просады умеют. Просады умеют. Мы почувствуем, как почитать умею. Просады умеют. А также Кришна нам один. Есть такой стих, в котором говорится, что мы не можем Кришну увидеть, постичь, потому что у нас всё это материальное. Но почитаю Просад и повторяю. Хае Ра Хри Шна. Хае Ра Хри. Продолжение следует... Время расширяется. Господь Баларама дает нам силу, чтобы избавляться от этих порохов в сердце, а не может быть так, что мы эту силу используем для того, чтобы только взращивать ее. Просто из-за, может, из-за гордыния, из-за чего-то еще. И вот для этого, знаете, я вам секрет скажу, что для этого мы говорили вам, что это первое, это избавиться от влияния материальной природы. Если у нас будет стабильное общение с пледным, в которое входит руководство, также должно быть руководство. И дальше, если мы примем духовного учителя Кришна, создаст такие условия, глотар, понимаете, такие, так все сделаем, что у нас будет стабильное общение с пледными. Если мы примем духовного учителя, то мы защищаем ее. Стабильное общение с пледными, это как стена, знаете, огромная стена, так как Кремлевская стена. Беда в том, что, первое, что, если человек, он практикует, и у него это болезненная такая ситуация, что он мало общается с пледными, представляет. Конечно, самое было приятное, это самое важное, если правда вы хотите быстрее такое произвести, это пожить в вашем эмбраемочарии. Минимум 5 лет. Тогда это процессов необратимые. Необратимые. Правильно, если все, представляете. Потому что там очень легко. Пленные помогут быстренько. Все произойдет так, знаете, как-то, так достаточно мягко. Все. Не иногда мягко, иногда так может быть, и достаточно больно, представляете, избавляться. Потому что нам эти дороги. Но это самый такой, самый, самый, самый безопасный метод. Это уже гарантированно, что это нам поможет. То есть, на нашем эмбраемочарии тоже есть какой-то, понимаете, как. Потому что, интересно, в 16-й кровати, как уровень, очень удивительно говорит. Об она, как тут, ну, по теме. Я, может, для вас тоже будет интересно услышать. Я так, иногда преданно, ну, сейчас, довольно часто об этом рассказываю, как делюсь. 16-й кровати такой, в облаке нектаров говорит, что, как уничтожаются определенные виды анарх, представляете. И, анархи начинают, путь анархоневритии, как раз, вот, мне мой очень-очень дорогой предан, по телефону сказал, что у него особо какие-то испытывают, такие трудности, такие. И, означает, анархоневритии работает, самое главное, терпеть, 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 понимаете, это очень важно, понимаете, как. Терпение, терпение, это очень важно, коронненькое терпение, ты энтузиазм, понимаете, как. И, вот, в этот момент, что происходит, когда начинается такое серьезное преданное служение, этот момент, друг, в сердце такое проявляется, когда человек, когда он преданное, достаточно, он принимает участие, преданное служение, служение преданное, может, равное такое, активное, или приходит равное жить, знаете, как, в вашем родномочаре. И, вот, анархия, они поднимаются из сердца, шторм, да, вы знаете, это настоящий шторм, вы видели, вот, шторм настоящий, кто-то видел? Никто, кто-то такой, настоящий, она вот, по-настоящему. А, там, вообще. Но у нас сердце один в один, я не знаю, я правильно говорю? Можно? Ну, у меня такого, у вас такого было? Стормила? А? Стормила? Стормила! Это, что, это, знаете, анархии, они, надеяли желание, там, столько зверей, столько, эти, они поднимаются из сердца, столько там всего, они поднимаются, представляете, происходит такой процесс, анархия не видит, это такое. Это, говорится, еще пример такой, что, это все равно, что вы в гору поднимаетесь, знаете, тяжело, скалы, например, вы понимаете, так тяжело, соскальзываете, только соскальзнули, опять надо, представляете, опять надо ползти, опять соскальзнули, это так, по такой пути анархия не видит, не надеялись. И вот, что рекомендуют, ачария рекомендует, комментируя вот это облаконектарное, что она тебе кажется такой, они говорят, нельзя уходить с этого положения, потому что опять только, смотрите, анархия опять, буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль. Как видели, там есть такие, не бывает, как один предный, вечером попил воду, не видел, что там, ну, это у нас натуре было. А утром встал так, смотрит, а там такие, буль-буль-буль-буль-буль вниз, буль-буль-буль-буль-вверх, такие, какие-то червячки вырисовались. Так что у нас анархи тоже потом буль-буль-буль, сердце Охрет. И мы так и будем, брюнет жизнь, может, находиться с нами. У нас не будет активного привослужения, под руководством духовного учителя, под руководством старших, предных. Наши дорогие анархи так и будут нас стерилизировать. Наши вот эти шесть врагов, пожеление, гнев, жадность, зависть и так далее, они будут нас стерилизировать душу. Так и будет. Иногда будет это проявлено больше, иногда меньше, но оно так будет постепенно. Поэтому Ачария советует, что мы должны это сильно переносить в духовный учителем. Сила Павпада говорит, сначала тяжелый труд, потом самархи. И вы удовлетворены? Спасибо. Вы готовы? Надеюсь. Давайте пожелаем Владу, чтобы у него получилось это, чтобы не выросли какие-то, и чтобы он как можно быстрее избался от этих анархи. Продолжение следует... Продолжение следует... Вот так со всеми разговаривать с преданными. Вот в таком настроении. Всегда и с окружающими людьми. И вы будете счастливы. Понятно сказать? Шепотом с преданными говорить, я же не знаю. Потому что... Я... Может, рука... Еще... Олег Кришна, извините. Мы нашумели тут. Равно будет такой. Я уже положил все. Извините уже. Мы помолились уже за... Да. Я соседа... Что, наверное, была рахта благо, и на них появилась милость. Понимаете? Может, все кого-то... Как-то происходит... Поднимаются эти анархии... Как можно? Да. Когда вот... Приходит такой момент, когда вот... Мы молимся, чтобы избавить Господа. И вот что Он там начинает, и так далее. И мы говорим, Господь, избавь нас, пожалуйста, от того, от того. Но... А как это вот происходит технически? Вот мы просто молимся и ждем, и занимаемся служением? Или мы осознанно вот отказываемся от этого? Мы говорим, я отказываюсь от этого. И вот как вот технически? Можете объяснить? Да. Технически, когда эти анархи проявляются... Технически это очень важно просто... Если у нас нет возможности... Как бы так... Получить общение с пленным, который... Он уравновешен, который спокоен. Которое видно, что он, знаете, как... На него эти... Не беспокоят эти... Ну, для вас таматы же еще были, которые... Видно, что вот... Они достаточно как-то устойчивы. Достаточно проявленная нишка, знаете... Стабильность такая в духовной жизни. И вы звоните по телефону. Вы просто поговорите. И... Только сразу. Все вот это... Все глупости, о которых мы думали... Подумаю... Господи, что я такое думала? Как... Как у меня шла такая... Когда вы поговорите с такой личностью. Естественно, постоять просто. Достаточно постоять просто. С этой личностью, которая вот так более нишна. И они уходят. И ты подумал... Ну, надо ж такое... Что произойдет... Все... Что... Понимаете? Понимаете? Это вот... Это самое-таки надежное обещание. Ну, и потом уже по возможности послушать лекцию. Что... Молится... Харе Кришна... Харе Раму... Харе Раму... Харе Раму... Харе Раму... Харе교 Раму... И следующее, мы должны, в принципе, проверки, вот так попробовать, так будет легче вас себя чувствовать, понимаете. Но так, иначе, мы должны понять, мы должны такую серьезную вещь, такую понять, что даже такие возвышеннейшие, великие ващнавы, даже ему начальник, понимаете, который занимает высочайшее положение, представляете, как духовное. И к нему приходят мысли какие-то, обломы, желания. И что он делает? Он сплевает просто, говорит, все пропадает еще. Он сплевает. В нашем случае, понятно, что они приходят, ну, согласитесь, понимаете, пока тело будет, так говорим, если он пропадает, то в этом все будет приходить. Единственное, что мы делаем, это мы для каждого празднуем индивидуально. Брахмачари Ашами, это лучше сказать, окей, до свидания. Ну, вот так, понимаете, как. Ну, мы так обычно. Прощайте. Прощайте, пожалуйста. Ну, пробуем. Все. Мы не планируем. Следующий вариант. Мы никогда не планируем, когда приходят какие-то вещи. Понимаете? Это вот важно. Не думаем о них. Не создаем, как бы так, какие-то ситуации. Мы, когда это появляется, когда это нас как ссорит, то в этот момент я уже сказал, какие вещи делать. Но так или иначе, мы должны проверять, как, что работает. Понимаете? Дальше. Вы удаляйте мне еще? Есть такие стабильные вещи, тонкие. Не то, что приходят, а вот привязанности. Или там гнев. Гнев, как говорится, что бахтина такой-то, что гнев мы можем. Мы все можем идти, все задействуем в Сознании Кришны. Все. Мы должны стать экспертами, чтобы задействовать все в Сознании Кришны. Понимаете, как? И вот я вам хотел, раз такое дело уже, раз, ну, я должен сказать, когда еще, когда последнее, что вот как раз это единственное, можно сказать, секрет, единственное, тайное, единственное, возможно, что самая такая вот, единственная техника, когда вы, когда вас не будет уже так точно беспокоен. Когда через некоторое время, я вам скажу серьезно, через полгода минимум может, может через год, ну, у всех по-разному, вы не расстраивайтесь, вдруг не произойдет. Вы не будете земли касаться, представляете? Вы поймете, господи, какие там уже анархии, вы даже земли не касаете, вы ходите уже, земли не касаете. А-а-а, что происходит? Представляете, если вы разовьете такое вот желание, которое я вам сейчас скажу, вы готовы или может в следующий раз готовы? Вы хотите? Да, да. Земли не касаться. Где, вы знаете, как история, когда ученики, челопропады шли за ним, и вдруг один увидел, что от всех следов, трава примята от этих следов, а челопропада идет, и совершенно даже, ни одна кровиночка даже, ни одна кровиночка даже, не помялась. и он будет просто потесен. Слышите? Слышите? Ой, ой, ой. Не нравится. Вы читаете, права и лампетра, вы будете очень счастливы, вы невероятно будете счастливы. Вы такой вкус невероятно получите, представляете, представляете, А принять готовы? Готовы? Да, готовы. Шепотом тогда, тогда шепотом. Хе-хе-хе-хе-хе. Вася Алиэкста Аллиэ Кришна Аллиэ Кришна Аллиэ Рамад Аллиэ Рамад Вы комфортно сердцу? Хорошо, все нормально Все, не то, все не так Хотел еще порекомендовать Самый такой простой метод Пранаяна Спина ровная. Самая простая. Еще разнее. Насколько можно. И три раза глубоко вдохнули и выдохнули. Животом вдохнули. И медленно выдохнули. Теперь улыбнитесь. Все улыбнитесь. Посмотрите на друга. И посмотрите, какие у вас прекрасные люди. Я вам вполне серьезно. Посмотрите на друга. Я вам вполне. Извините. Посмотрите друг на друга. И вы вернитесь. Посмотрите. Пожалуйста. Посмотрите. Я смотрю, что я очаровался. Спасибо вам большое. И вы уже готовы, Степа? Чтобы у кого-то не хватит мне смочилось. Еще один обед. Я, знаете, не обед. Пожелаю. Я так, извините, пока еще три секундочки. Я вот удивился так, когда, знаете, есть такие сладкие стихи, Бавадьи. Если ты размышляешь так, если начинаешь, это такую сладость приносит, что вот уже хочется, как манго, знаете, ешь. Знаете, я вам серьезно говорю. И вот вы заметите, обратите внимание, как проповедует Кришна, Аржуни. Как он проповедует удивительно. Как он удивительно. Вот он говорит, вот, сейчас я тебе возвращу, скажу, самое, самое, такое знание, которое ты услышишь, тебе больше ничего не надо поздавать. Представляете? Я так, знаете, ну настолько это так. Вот это у тебя аж уши раскрылись. Ты уже тоже на полный радость, я вот сейчас-то на лекциях, лектор говорит, вот сейчас я вам скажу, ну все. И он говорит, сейчас я вам как скажу, так и уже все. И ты сразу, ну, наконец-то, все. Что, наконец-то. У вас такое, да? Такой момент, что вот сейчас, как ты думаешь, ну вот сейчас я услышу. Вот сейчас он скажет, и все. И потом ты слышишь, слышишь, и вдруг что-то ничего там. Ты не понимаешь, ты не понимаешь, что это самое сокровенное. Вот самое, самое, вот самое. Я скажу, и все, ничего больше не надо. Ничего, все, ты уже все. Как все пропады говорят, если у вас сто долларов есть, там есть и пятьдесят. И все, и все, больше ничего. И все, больше ничего не надо. И потом Кришна интересно так говорит. А потом он говорит, Манушья нам сахасрешу. А, говорит, хочу сюда сидеть. Седая, представляете. То есть из многих тысяч людей, Ну, практически, едва ли один, который вот там, стремится к совершенству. Нет, никто не стремится даже. Буквально. Из многих тысяч людей, Ну, это редко кто-то, ну, очень редко. Это совершенно редко. А из достигших совершенства, Едва ли один поднавленный. А-а-а. Такова проблема. Рано так. И ты думаешь, Вот это, да, Кришна. И как это так? Говорит, а люди, насколько это? Ну, дальше я не буду уже эту тему раскрывать, как бы. На следующий раз. Но такие наши. Сейчас я вам скажу такое. Услышан. Все. Уже сел. Вы уже, это вот мата же. Вот так вот. Понимаете? Услышан. Все. Если вы будете делать, все. Больше, все. Вам ничего не надо. Ничего не надо. Вам никакие родства. Ничего. Все. Вы просто как. Найдите. Вот. Вы. Вы будете на руках, как будто у Кришны. Всегда. До конца жизни. Для серьезного. Полно серьезного. И, знаете, интересный пример такой, как. Вы помните? Помните, как? А. Ну, вы забыли. Когда зубки прорезаются. Когда руки у нас прорезались. Боже ты мой. Это же там температура. Я вот, знаете. Я одиннадцатый. Я, конечно, не могу. Недавно совсем. Я сопереживался, страдал. К этому ребенку. Ну, вот так и так. У него зубки режутся. Я вдруг почувствовал, как у него. Какая у него такая. У него тяжело. Он не может ни лезть, ни спать. Ничего. Не ходить. Ничего. Единственное у него облегчение, когда мать на руки. Или отец берет. Сыроте. И все. Как только они отложат, он опять. Тогда боль эта, она смягчается. И вот наше нахождение в материальном мире, можно сравнить с этим. Как ребенка проезжает зубки. Это вот такая естественная положение. И даже сам интересный пример приводит такой. Он приводит удивительный пример. Он говорит, что вода, для нее естественное состояние быть жидкой. Представляете, как жидкость. Ну, вот какая-то. Извините, я выпил. И вот, когда на форме пара, или когда на форме льда, для нее это неестественное состояние. И вот, мы должны понять, что для нас неестественно, это наш совершенно неприсуще находиться в материальном мире. Еще в этом теле. Представляете? Извините, пожалуйста. Простите. Еще в теле, которое по дистанции расслаблено. Я больше не буду вас беспокоить, настраивать. Понимаете, как? Понимаете? Это настолько опасно. Это настолько неестественно. Это совершенно неестественно. Это вообще даже совершенно заприемлемо. Это вообще унестительно, отвратительно, можно сказать. Понимаете, о чем я говорю? Вы согласны? Согласна, но не понимаю. Это не слишком для вас было. Может, чуть-чуть, не знаю. Пожареть. Не, больше не надо говорить, а дальше все еще. Мы расстраивались. Кто первый раз вообще-то? Простите меня. Кто-то первый раз есть? Вот пришел. Кто-то первый раз есть? А? Закончили? Сказали, мы ждем алтарь открыть? Да, будем. Да, пришел. Ай-яй-яй-яй-яй. И здесь? А, я думал, что как алтарь закончится, закончить, если я говорю. Заблуждено. Простите. Это вы такой мистик. Вы так прям, как сказали, что время воскресено. А, я думал, как алтарь закончится. Закончится? Нет, это что, договорите. А, воскресенье-то, да. Ну, ничего. Не, ничего. Вон, чекал, подрубишься. Представляете? Слышите, пожалуйста. И, временно, давайте я скажу, потому что премида... Кто-то, кто-то, не дай Бог, вернется в духовный мир. Это, тобой... Ну, это нельзя-то я не сказал. Я соберу вас еще раз. Да. Я скажу. Преды, дорогие преды, как начинается, пожалуйста, примите вот это вот, сокровенный дар. Сделайте свою жизнь так, чтобы повторение Святой Вене стало для вас действием на жизнь. Это цель ваша, это вся жизнь, это дыхание. И что означает, мы не должны быть, в первую очередь, опасны, заключается, что мы можем игнорировать служение преданным, или игнорировать, заниматься преданным служением. Я буду повторять. Нет, совсем просто. Очень просто. Вы живете ради Святого Вене, ради того, чтобы повторять Святой Вене. Вы служите преданным, чтобы повторять Святой Вене. Как одно мгновение, секундочка, хоть минуточка, вы берете, повторяйте Святой Вене, или слух, или шепотом, или вы мне, или начетка, или как еще, как вы хотите. Сделайте свою жизнь вот так, вот так. И вы будете счастливы. Вы не будете тратить время попусту, никогда. Да, если вы будете тратить время, понимаете, и вы никогда об этом не доживете, представляете. Я говорю, у вас Кришна будет на руках, представляете, на руках у Кришны что означает. Конечно, извините, это как, получается, Кришна, мы принимаем служение Кришне. Ну, такое чувство не будет. Потому что этого Сам Господь хочет. Этого хочет Сила Прабхупада, это хочет Горова Парампара, чтобы Святое Имя стало нашим. Жизнь. Понимаете? То есть, простите меня. Здравствуйте! Редактор субтитров А.Семкин